В Республике Башкортостан реализуется проект «Башкирское долголетие». Так, в июне 30 краснокамцев приняли участие в экскурсионной поездке в город Бирск. Пенсионеры посетили исторический музей, прогулялись по парку Соколок, побывали в гончарной мастерской и Михайло-Архангельском храме. Кроме того, в районе действует муниципальная программа «Старшее поколение». На территории Краснокамского района для граждан старшего возраста созданы группы по скандинавской ходьбе. Также хочу добавить поплавание, дыхательные гимнастики. Также функционирует школа здоровья, спасибо нашей больнице, проводят эти школы. Мужской спортивный клуб активно работает, оптимист, женский спортивный клуб активистки. Досуг людей преклонного возраста организованы на базе культурных учреждений. Функционирует 72 формирования самодетельного художественного творчества с охватом 907 пенсионеров. 41 клуб по интересам организован при библиотеках. С 15 сентября в Краснокамском районе стартует месяц пожилого человека. По словам Эльвира Махатаевой, в рамках праздничной даты в муниципалитете запланирован ряд мероприятий. С 30 сентября по 1 октября во всех учреждениях культуры состоятся праздничные концерты, чествования людей старшего поколения, ветеранов труда, чаепития. С праздником, дорогие, люблю тебя жизнь. 1 октября в Орлановском многофункциональном сельском доме культуры состоится районный фестиваль-конкурс «Исполнитель народной эстрадной песни на старее душой ветерана». 30 сентября будет организован концерт художественной самодеятельности для граждан пожилого возраста и инвалидов отделения стационарного социального обслуживания села Новый Каинлык. В мероприятиях, посвященных международному дню пожилых, как и раньше, примут участие школьники. По словам начальника отдела образования, будет организована акция «Стафета добрых дел» и активизирована тимурская помощь труженикам. Планируется изготовить и вручить пожилым людям поздравительные открытки, сделанные руками обучающихся. Будет организован онлайн-выставка детских рисунков «Мои бабушка и дедушка», челлендж-марафон «Мои бабушка и дедушка», где обучающиеся записывают видеоролики, стихи и размещают под единым хэштегом в социальных сетях. Говорили на заседании о вакцинации пожилых людей. На сегодняшний день прививку поставили 1700 пенсионеров, то чуть более 30%. По словам заведующего поликлинического отделения, именно эта категория граждан в 35 раз более подвержена инфицированию. Еще раз активно всех призываю, пожалуйста, приходите, вакцинируйтесь. И это касается не только людей старше 60, это касается всех. О необходимости вакцинации говорил и Рустам Мосин. По словам главы администрации, сегодня в муниципалитете на самоизоляции находится 204 жителя. 12 человек находятся в ковид-госпитале. Всего же переболели коронавирусной инфекцией порядка полторы тысячи краснокамцев. Анастасия Тимирбаева, Азада, Влечен информационная программа «Время новостей».